Новости корпорации в эфире. Здравствуйте! Сегодня расскажем о последних новостях. Вот некоторые из них. Прессовать и морозить. Тестируем новое оборудование в Тирусе. Шутки в студию. Сотрудники корпорации стали участниками городского стендапа. И заводим моторы. В Верхней Салде пройдет Суперспидвей. И это еще не все новости. Оставайтесь с нами. Вас будут морозить и прессовать. В Центре восстановительной медицины и реабилитации медсанчасти Тирус появилось новое оборудование. Нашу съемочную группу пригласили протестировать новые аппараты. Эти брюки – последний писк медицинской моды в вопросах профилактики варикоза и улучшения лимфодренажа. Лечебный эффект достигается за счет создания давления на определенных участках конечностей. Такой пневмомассаж заставляет мышцы и сосуды работать лучше. Сейчас мы включили программу, где последовательное сжатие. То есть он здесь сжалось и не отпускает. Дальше начинается сжатие и не отпускает. Есть режимы, где волнообразно. Все это сдавливает и потом плавно, медленно отпускает. И как бы легкий прилив идет и отлив. Приятные ощущения. Это не больно, это не страшно, это комфортно. Прессотерапия – метод не новый. Его придумали еще в 60-х годах прошлого века. Но сам аппарат, приехавший в наш центр из Израиля, по словам медиков, один из самых современных. Главная точка приложения аппарата для прессотерапии являются все заболевания сосудов нижних конечностей. То есть это и венозные сосуды, артериальные и также лимфатические сосуды. Доктор смотрит пациента, назначает какую-то программу и медсестра уже облачает пациента в нужный либо комбинезон, либо куртку, либо брюки. И включает кнопочку с прошитой программы уже и процедура началась. У костюма также есть куртка для работы с верхними конечностями. Особенно актуально для реабилитации женщин после онкологических заболеваний молочных желез. Прессотерапия уже включена в перечень услуг центра, но назначается строго после УЗИ ВЕН. Один сеанс обойдется в 340 рублей. А вот на германском аппарате для криотерапии можно будет полечиться бесплатно в рамках медицинской страховки. Крио – это воздействие холодом. Морозить вас будут потоком ледяного воздуха в диапазоне от минус 35 до минус 40. То есть в начале воздействия происходит резкий спазм сосудов. После того, как прекращается это воздействие, происходит расширение сосудов. И таким образом происходит тренировка сосудов. В результате улучшается кровообращение, улучшаются метаболические процессы. И главной точкой приложения является лечение всех острых состояний. То есть это и острые воспаления, острый болевой синдром, отеки, все, что связано с заболеваниями позвоночника, суставов. Поток воздуха сухой, поэтому обморожения пациентам не грозят. А в профилактории уверены – новинка будет горячо востребована. Весна все ближе, а значит скоро у школьников весенние каникулы. Лагерь «Чайка» приглашает своих юных друзей на смену с изучением английского языка. Весна все ближе, а значит у школьников скоро весенние каникулы. Лагерь «Чайка» ждет в гости своих юных друзей на смену с изучением английского языка. В течение недели дети погрузятся в языковую среду совместно с Пермским языковым центром «Хилтон». В каждом отряде будет свой преподаватель английского языка и воспитатель лагеря. Ребят ждут развлекательные тематические программы, занятия по речевому мастерству, игры, песни. А как итог, каждый воспитанник «Чайки» примет участие в театрализованном представлении. Даты заезда весенней смены в лагере «Чайка» с 25 марта по 1 апреля. Для бронирования путевки со скидкой необходимо заполнить заявку и направить в отдел по социальным вопросам. Заявку можно направить тремя способами. Через уполномоченных по социальным вопросам в цехе принести лично, сфотографировать, либо отсканировать и отправить на электронный адрес. Путевки собака-ависма.ру Подробности по телефону 29-32-34 Военно-исторический музей, основанный ветераном локальных воин Игорем Степановым, ежегодно пополняется новыми экспонатами. За 13 лет их накопилось более 800, в их числе и автомобильная техника. В начале месячника защитника Отечества отправляемся на экскурсию. 13 лет назад этот музей задумывался как дань памяти четверым салдинцам, погибшим в Афганистане, а также сослуживцам Игоря Степанова из 459-й отдельной роты спецназа ГРУ. С годами музей разрастался и место нашлось не только редким экспонатом из горячих точек, но и, например, оружию времен царской России. Пять композиций у нас. Русская императорская армия до октября 1917 года, потом гражданская война 1918-1922 годы, рабочая, крестьянская, красная армия, Великой Отечественной войне. Сзади у нас несколько витрин стоит фашисты Третьего рейха Великой Отечественной войне и три витрины. Это у нас современная армия СССР и Российской Федерации. Коллекция постоянно пополняется. Из недавних приобретений макет японской винтовки Арисаки. А вообще стрелкового и крупнокалиберного оружия здесь более 60 единиц. Экспонаты деактивированы, но при этом наглядны и работоспособны. Здесь был насыпан порох. Порох воспоминялся от этой искры, попадало в дырочку, и вот этот пороховой заряд, он уже производил выстрел. Рассказы участников локальных конфликтов от первого лица бесценны, и практически все экспонаты здесь можно трогать руками. Некоторые из них когда-то были сверхсекретными разработками, и достать их было непросто. На этой витрине представлены средства связи, более 30 радиостанций. Особой гордостью является нашей радиостанции, кратковолновой радиостанции дальней связи, спецподразделений КГБ и ГРУ времен СССР. То есть такие достаточно секретные и практически уже невстречаемые. Еще одно из недавних пополнений – ледоступы спецназа фашистов дивизии «Эдельвейс». А в соседней витрине крест из новейшей истории. Госнаграда была изъята у пленного неофашиста. Экспонаты приобретаются и реставрируются в основном за свой счет. При этом посещение музея остается бесплатным. В настоящее время музей функционирует при спонсорской поддержке ПАО-корпорации ВСМПО «Висма». За что отдельное спасибо хочется сказать генеральному директору Осипову Дмитрию Васильевичу. В месячник защитника Отечества здесь пройдут десятки уроков мужества. И это интереснее, чем учебник истории. Следующая мечта Игоря Степанова – устроить уличную часть экспозиции, где салдинцам покажут два автомобиля «ГАЗ». Сейчас они на реставрации. Попасть на увлекательную экскурсию можно по предварительной записи. Ксения Соловьева, Евгений Марычев. Новости ВСМПО «Висма». Скоро на «Висме» снова пройдет конкурс среди юмористов стендап-комедия. А для некоторых наших творческих коллег участие в прошлом превратилось в хобби. О металлургах, увлеченных юмором, наш следующий сюжет. Стендап стал популярным задолго до программы на ТНТ и даже выступлений Задорнова. Между прочим, этот литературный жанр уходит корнями глубоко в историю. Еще в Древней Греции ораторское искусство переплеталось с элементами комедии. Я футболист. И когда выхожу на поле, такое ощущение, что я нахожусь где-то в театре. Во мне просыпается актер. И когда против меня применяют силовые приемы, я начинаю отыгрывать. Алексей Карелин загорелся овладеть древнейшим искусством после конкурса на «Висме», который впервые прошел в прошлом году в апреле. Тогда он выходил на сцену в новом для себя амплуа, немного волнуясь, но с большим желанием рассмешить зал. Всегда охота была, но не решался. Это если я детство вспомнил. Именно смешить, чтобы доносить для людей радость. Потому что смех – это та частичка, которая помогает немного раскрепоститься и сделать нашу жизнь более яркой и интересной. И понеслось. Позвали на городской открытый микрофон. Затем новые мысли, тексты, репетиции, выступления. Стендап затянул Алексея всерьез. Буквально осенью он даже выступал на разогреве у известного по всей стране комика Алексея Щербакова. Иван Ивашов также втянулся в жанр стендап-комедии после конкурса на «Висме». Уже почти год для него шутка, слово и сцена – самые дорогие друзья. Я всю жизнь живу с юмором. Вся моя жизнь – это сплошной юмор. Если не будет в нашей жизни юмора, то она будет серой и унылой. Это зрели обстановку – пошутил. Жена надула щеки – пошутил. Ну и цветовку пи, конечно. А между прочим, смешить зрителей и не только свою компанию знакомых или друзей, а целый зал вызвать не просто улыбку, а искренний смех – задача не из простых. Все люди разные, и каждый на какую-то шутку реагирует по-разному. Кому-то она заходит, кому-то нет. Стараешься делать разнообразный материал, чтобы было интересно всем. Самое главное – должна быть история. Одна большая история, и потом уже она наполняется шутками. А говорит, Ваня, где же, говорит, электрик? Я говорю, ну, посмотри, говорит, у меня выключатель. Я думаю, а что я в них не видел, да? И думаю, а если бы я был проктологом? Ну и секрет комика – это совсем не секрет. Чтобы делать смешно, нужно быть внимательным везде и всегда. Обращать внимание на все, что происходит вокруг. Из всего что угодно. Абсолютно из всего. У меня нету. Я зашел в буфет, выбирал пока себе булочку, придумал при шутке. Тезис собираешь, а потом, когда наедине сам с собой, со своими мыслями, ты из этих тезис уже выписываешь. Прямо материал, прямо шутки. А главное, чтобы тема была, так сказать, народная, простая, близкая. Чтобы хотя бы кто-то в зале понял – да, это про меня. Тогда и шутка зайдет отлично, говорят ребята. Получается, тут и психологам немного тоже надо быть. Очень дико раздражает, прям, вообще бесит. А вот в соцсетях рекомендации, в рекомендациях ставлю почему-то все чаще и чаще попадаются взрослые женщины. Нет, ну я согласен, это мы известницы. Ждем наших стендаперов снова на большой сцене и желаем еще больше вдохновения на шутки. 11 февраля в Верхней Салде пройдет второй этап суперспидвэя скоростной гонки на мотоциклах с колясками и квадроциклах. На этой неделе шла активная подготовка к соревнованиям, спонсором которых выступит ВСМПО «Висма». Гоночный круг на 400 метров уже сформирован. Трасса соответствует всем стандартам Федерации мотоспорта России. Первыми мототрек протестировали спортсмены Тирус Мотом, инициаторам и участники захватывающей гонки в Верхней Салде. Нам предоставили грейдер. Целый день мы здесь чистили, расчищали, делали закрытый парк. В этом году мы в три раза увеличили площадку для транспорта, чтобы зрители приехали, комфортно себя чувствовали. Также дополнительно вокруг кольца добавили дополнительное кольцо, чтобы зрители могли беспрепятственно перемещаться. На Салденский этап спидвэя, который пройдет 11 февраля, уже заявились около 70 участников со всего Урала. В их числе призеры чемпионата России из Богдановича, опытные гонщики из Заречного, Новоуральска, Тюмени, Ферьми и Ирбита, родины мотоспорта. В Верхнюю Салду представят четыре экипажа, которые будут соревноваться на мотоциклах с колясками с объемом двигателей 750, а также два спортсмена в одиночных классах. Новинкой спидвэя 2023 станут показательные выступления мальчиков от трех до шести лет на мотоциклах Ямаха. Напомним, что мототрек находится на въезде в Верхнюю Салду со стороны Нижнего Тагила справа. Следите за указателями. Открытие соревнований в 11.30. Первый заезд в 12.00. Спортивные итоги. Определились призеры по волейбольным играм в рамках спартакиады «Ависма». Смотрим решающую игру между лидерами волейбола. Эта встреча между связкой 37-го и 85-го и 44-м, 49-м, 52-м, 36-м и 55-м стала ключевой в определении лидерства. Зрители жаждали мощного противостояния, судя по предыдущим играм. Но с первых минут сборная «Пяти цехов» как-то неуверенно и не собрано показала себя на поле. Хозяйственники и плавильщики почувствовали превосходство и начали забивать один за другим. Счет дошел до 14 очков против одного. Психологически сложно преодолеть такой барьер. Но после таймаута команда «Пяти цехов» немного взбодрилась. Однако ненадолго цифры снова стремительно поползли вверх у соперников. Первая партия со счетом 25-9 в пользу 37-го и 85-го. Вторая партия началась бодрее для отстающих. Однако эмоции завладели. Возможно, самоуверенность по ту сторону сетки напугала. Но и сдаваться не хотел никто. Вторая партия тоже в пользу 37-го и 85-го. 25-16. Итого 2-0. Конечно, мы уже до игры знали весь расклад и понимали, что победитель этой встречи займет второе место. Это важно нас и не просто в волейболе занять второе место, а это в общем зачете будет спартакиады. Как всегда у нас сильные соперники. И просто отрыв делать на своих видах просто необходим. Очень сильно настраивались, но ребята хорошо подготовились, усиловалась та команда. В общем, игроки подтянулись посильнее. И в общем, ну настраивались, конечно, выиграть. Парни молодые, классные. На будущий год будут тренироваться. В общем, победа будет за нами. Главное – позитивный настрой. Объединенный коллектив из пяти цехов стал сенсацией соревнований и с гордостью забрал бронзовые медали. 37-й с 85-м отстояли свое серебро достойно. Практически пять цехов претендовали на второе и третье место. Если с первым местом, в принципе, было приблизительно понятно, цех 35, в котором играет практически полкоманды сборной «Ависмы», которая участвует в чемпионате края, то остальные пять команд были приблизительно равны. А остальные игры этого дня на призовые результаты особо не влияли. 35-й с легкой руки победили «Дочек», а управление ЦПКР выиграли у сборной 38-го, 53-го и 77-го. Сборная 32-го и 48-го обошла 40-й и 43-й. Ну и самое приятное – кубок победителя в очередной раз забирают спортсмены металлургического цеха. Волейбольные баталии окончены. Впереди баскетбол. Первые игры начнутся уже в следующий понедельник, 13 февраля. А наша съемочная группа будет обязательно следить за ходом соревнований. На этом у меня все. До встречи в эфире. Для всех сотрудников ВСМПО «Ависма» действует телефон горячей линии генерального директора. Чтобы задать свой вопрос, звоните по номеру 8-909-00-75-57. Горячая линия работает ежедневно с 8 утра до 5 вечера. Для сотрудников ВСМПО «Ависма» запустился корпоративный портал и мобильное приложение. Теперь у вас всегда под рукой быстрый поиск сотрудников. С порталом вы будете в курсе последних новостей и сможете обсудить их с коллегами. На портале для вас работают полезные сервисы. Здесь вы можете получить расчетный лист. Для этого предварительно напишите заявление у кадрового специалиста. Кроме того, в разделе «Сервисы» вы можете узнать информацию по своим отпускам, посредствам индивидуальной защиты, а также баланс по спорту и по питанию. В качестве логина используйте корпоративную электронную почту. Если у вас ее нет, заполните заявление у кадрового специалиста на доступ к порталу с личного адреса. При первой авторизации выберите кнопку «Забыли свой пароль». На следующем экране укажите адрес электронной почты и нажмите кнопку. Вам на почту придет письмо со ссылкой на восстановление пароля. Перейдите по ней и укажите новый пароль. Чтобы зайти на портал с телефона, скачайте мобильное приложение «Битрикс24» в Google Play или App Store. Укажите адрес портала portal.vsmpo.ru, нажав соответствующую кнопку. Далее введите вашу почту и пароль. Если ранее не устанавливали пароль, нажмите кнопку «Я забыл пароль» и вам на почту придет шестизначный код. Введите его на экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова